Доброго времени суток! Сегодня у меня в гостях руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области Максим Цветков. Здравствуйте, Максим Александрович! Добрый день! Естественно, самая актуальная тема ближайших дней – это открытие Олимпиады в Сочи. Расскажите, как ярославская молодежь участвовала в подготовке к Олимпиаде? В первую очередь, наверное, надо говорить о волонтерах, которые хотели принять участие в Олимпийских играх. Это действительно уникальный шанс почувствовать изнутри весь этот процесс, подготовку, познакомиться с уникальными людьми. Волонтеры будут работать на разных площадках. Я, например, знаю, что у нас около 40 людей разного возраста. Здесь речь идет не только о молодых людях. Люди разного возраста, ярославцы, отправились в Сочи, чтобы принять участие в волонтерском работе, отдать свой безвозмездный труд на благо Олимпийских игр. Процесс для них был действительно подготовки непростым, потому что нужно было еще в начале года подавать заявки, проходить тренинги, обучение, отбор был строгий, в том числе обязательно знание иностранного языка. И они все это успешно прошли. Сегодня работают в Сочи. Думаю, что вполне достойно представляет наш волонтерский корпус. Накануне стало известно, что выступления Ярлиги КВН в этом году не будет. Как вы относитесь к этой новости? Ну, эта новость меня тоже немножко опечалила. Но на самом деле ведь это проект конкретных людей, творческого объединения, которые когда-то загорелись этой идеей. И думаю, что они преследовали определенные цели, видели определенный путь развития этого проекта. Сегодня, видимо, возникли некоторые трудности, к сожалению, в развитии проекта. Ну, а кроме того, знаете, есть еще такой фактор. В жизни любого человека наступает момент, когда нужно чуть меньше уделять времени общественной жизни и чуть больше семье. Ну, сегодня ребята не то чтобы отказались от проекта. Мы поговорили, ребята решили взять паузу. То есть, ну, посмотреть, как будет происходить все это через год, либо вернуться к Ярлиге в том формате, какой она была. Может быть, какой-то новый формат задать этому проекту, новое второе дыхание в нем открыть. Я призываю особо не печалиться по этому поводу. Наверное, любой проект переживает такую стадию. А кроме того, в Ярославе есть сегодня и другие Ярлиги. Это Ярославская студенческая лига, это юниор-лига КВН, которая прекрасно развивается. Ребята показывают хорошие результаты. Сейчас наши ребята отправляются в сборную в Анапу на полуфинал Всероссийской юниорки. Во Всероссийской юниорке наши ребята тоже всегда показывали отличные результаты. И чемпионами становились, и призерами. Поэтому все отлично там. А вы сами участвовали в КВН? Играл, когда учился в педагогическом университете, на историческом факультете. Судьба свела меня как раз с ребятами, которые были постарше. Мы играли в сборную педагогического университета, когда проходила первая студенческая весна. По-моему, это был 1997 год. Мы даже становились серебряными призерами. Победителем тогда стали рыбы из Рыбинского института. Ну, а мы, соответственно, второе место занимали. Знаю, что в городе в этом году намечено много интересных событий. Но какие именно самые интересные вы бы посоветовали нашим зрителям? Ну, события ближайшего времени, наверное, если начать с февраля, то мне в первую очередь приходит на ум все, что будет связано с нашей главной масленицей страны. Там будут интересные события. Особенно 23 февраля, например, ожидается бой стенка на стенку, импровизированный на стадионе Спартаковец. Кроме того, конечно, традиционное шествие, ну и много других событий. Наша молодежная колонна тоже планирует принять участие в этом шествии. Сейчас думаем, как представить интересную молодежь Ярославской области. Затем 20, в день окончания масленицы, по-моему, это будет 2 февраля, всех ждет эстафета Паралимпийского огня. Я тоже советую это посетить, потому что это еще один шанс прикоснуться к этому великому событию, который у нас в стране не каждое десятилетие проходит, Олимпийские игры и следующие за ним Паралимпийские игры. В марте мы планируем реализовать тоже 2 проекта. Один реализуем совместно с Союзом молодых предпринимателей. Это проект 4-й молодежный форум молодых предпринимателей, стратегия миссии «Перспектива». Кроме того, в марте, опять же, в конце марта, скорее всего, мы планируем реализовать проект всероссийского конкурса «Чайка». В прошлом году к 50-летию со дня полета Валентины Владимировны Терешковой мы уже проводили такой региональный этап, когда конкурсные испытания позволяли выделить девушку, выявить девушку-победителя, которая обладает теми качествами, которые были присущи первой женщине-космонавту. Это были конкурсы на сдачу норм ГТО, интеллектуальные испытания, творческие испытания. И вот весь этот набор конкурсов определял победителя. Этим конкурсом заинтересовались в прошлом году и на федеральном уровне, и нам предложили провести всероссийский этап. В этом году уже 13 девушек из различных федеральных округов, из разных городов, регионов заявились на участие в конкурсе. Я думаю, также получится интересный финал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...